Приветствую тебя, Артур. Так скажи, пожалуйста, удалось ли разобраться, насколько продукты горения опасны для жителей близлежащих районов? Приветствую, Кадрия. Разберемся совсем в прямом эфире. Мы выехали сюда, в район возгорания, которое произошло накануне. Но, как вы видите, здесь еще до сих пор есть очаги возгорания. Пепелище тлеет помаленьку. Ну вот, для того, чтобы понять, насколько это опасно, мы приехали сюда на место не одни, а вместе с экологом-экспертом Александром Куксом. Вместе с нами и не он один, он вооружен прибором. Что за прибор, как он действует? Это специальный газоанализатор, который позволяет измерять и концентрации угарного газа, и концентрации того же сероводорода. И, соответственно, он просто прокачивает через себя воздух и в режиме онлайн показывает значения текущие, которые есть по содержанию этих веществ. Соответственно, я его уже сейчас включил. Он показывает по нулям, ну, даже по целой в минус показывает, ну, то есть, значит, что концентрация его равна нулю практически. Ну, вот сейчас мы пройдем и проведем следственный эксперимент к такому одному из очагов возгорания, которые здесь остались после вырубки. Ну, как я понимаю, что... Вот, посмотрите, яркий там пример. Судя по всему, вырубали как-то спешно и оставили как-то, как попало, да? Ну, вырубали и, соответственно, потом бульдозером собирали просто это все в кучу и поджигали костры, которые, ну, скажем так, те деревья, которые не подошли под то, чтобы их потом продать. И вот тут это потом, как только поднялась шумиха вокруг того, что тут воняет, тут пахнет горю и так далее, это просто залили водой, судя по тому, что здесь, в принципе, все мокрое, а дождей достаточно давно не было, пару дней. А насколько вот эти клубы дыма, которые шли на Москву, да, насколько они вообще, этот дым, этот гарь, вредна и опасна? В принципе, это вредно, особенно для тех людей, у которых есть заболевания дыхательных путей, либо особо чувствительные, повышенной чувствительностью. То есть люди будут, конечно, от такой гарем, ну, максимум это кашлять, будут слезиться глаза, но, соответственно, по мере увеличения продолжительности воздействия, воздействие будет точно так же ухудшаться. Тем более, что сейчас влажная погода, то есть достаточно много будет угарного газа идти и, может быть, общее ухудшение самочувствия. Ну, приятного мало. Давайте же проведем вот следственный эксперимент и представим, что мы в клубах дыма находимся и как в клубах дыма себя поведет этот прибор. Понятно, что это все условно, но когда вот эти, вот этот дым идет, на нас очень хорошо. Дым идет, ну, в принципе, все, кто хоть как-то жарил шлыки, вот, пожалуйста, прибор уже пищит о том, что есть превышение. Понятное дело, то, что мы здесь, ну, чтобы он не мешал своим писком, я подальше датчик. Ну, вот на таком расстоянии даже вот костра концентрации уже в 2-3 раза меньше, чем та, которая показывалась в этой точке. Превышает? Разумеется, он превышает в 3-4 раза по предельно-допустимому уровню, по максимальным разам воздействия. А если вот сюда, допустим, поднесем, что скажет? А если вот сюда поднести? Представим, что мы в московской квартире, куда я тебе благодарю. Ну, вот, пожалуйста. Ну, он показывает, ну, грубо говоря, уже в 10 раз больше, чем предельно-допустимый уровень. То есть, если в окно нашей квартиры будет валить такой дым клубами, то, конечно, оттуда надо бежать, предприняв все меры, потому что... А неужели нет другого метода как-то устранения вот этих порубков, да, борьбы с жуком-караедом? Ну, во-первых, ну, давайте, наверное, встанем, чтобы прибор не сходил с ума. Есть, разумеется, другие методы, в том числе химическая обработка деревьев, чтобы, ну, так сказать, инсектицидные средства, то есть против насекомых, обрабатывать деревья. Понятное дело, что часть деревьев будет все равно гибнуть, однако вот такая массовая вырубка здесь, ну, в принципе, образовалось новое поле. Она не имеет смысла, и она неправильная. Есть специальное оборудование, которое позволяет диагностировать каждое дерево, затрачивая там на дерево по 5 минут, и понимать, порыжено оно какими-то заболеваниями, гнилое, оно сухостое, или еще что-то, и вырубать просто локально несколько деревьев. Ну, да, мы видели, что здесь срубали многие деревья все подряд, и здоровые, и нездоровые. Но для того, чтобы понять, насколько велик масштаб трагедии, посмотрите, вот туда вот эти, ну, как сказать, пионерские костры, да, вот около 3-4 метров в высоту, вот здесь их около 10, это то, что не успели зажечь. И то, что оставили вот здесь так стоять, зажгут или нет, вопрос открытый, но дым, как вы видите, здесь идет, и не исключено, что скоро жителям Москвы и Подмосковья придется вновь газовую атаку на себе испытать. Но будем надеяться, что как-то ситуация урегулируется. В общем, все, что мы могли сделали теперь, все, что касается вредности дыма и превышения его в пределах допустимой нормы, вы знаете, коллеги. Спасибо тебе, Артур. Деревья, конечно, жалко, но еще больше жалко жителей, которым пришлось столько дней дышать этой гарью. Но будем надеяться, что если обстановка стабилизировалась на данный момент, то и впредь она будет безопасной для здоровья жителей. На прямой связи со студией был наш корреспондент Артур Матвеев. Сейчас экологическая обстановка в московском регионе.